успех садовода это урожай желательно ежегодный слива изюмирик оригинальный и непревзойденный по вкусу и аромату сорт дерево молодое косточковых культур обрезка укорачивания холодный период года просто вредна ничего не мешает проводить ее летом одновременно со съемом урожая а к персику другой подход должен быть в силу вернее в слабости его ватной древесины обрезка противопоказана ранней весной и летом только резать по цвету надо персик не устаю об этом говорить для яблони с грушей обрезка вредна огняется крона уменьшается количество листвы это все равно что с человека кожу снимать в жару в жарких странах азии и африки яблони и груши не растут жара убийца яблонь и груш а можно ли заменить обрезку да это отклонение объебание ветвей вот вам внешний вид этой технологии особенно в начале жизни дерево когда слабо еще урожай и не выполаживаются ветви под весом урожая угол наклона увеличивается принудительно деревками канатами все что есть под рукой и в результате этого происходит ускоренное и усиленное формирование листового аппарата особенно в начале вегетации ветви первого порядка усиленно обрастают побегами наращивается вегетативная масса мускулы дерева улучшается световой режим и фотосинтез и фотосинтез рано начинается плодоношение основная задача садовода выбрать формировку правильную в начале жизни деревца это как в детстве сформировать человека и на всю жизнь он будет человеком с большой буквы а не карликом наиболее эффективной и продуктивной формировкой практически на всех культурах есть чаша ну это не чаша я буду подробнее говорить улучшенная чаша вот я начал формировать это деревца молодой сливы улучшенной чаши видите четыре скелетных ветви выбрал раз два три четыре и каждую эту ветви в свою очередь еще разветвил обрезкой на две перевел это признак улучшенной чаши эти ствол переходит в два сад у меня загущенный по примеру леса и это правильно условия жары не надо бороться с травой в междурядьях ничего не полится не убирается пусть растет все это дано человеку не спроста структура почвы улучшается влага сохраняется микроклимат смягчает жару сумасшедшую но есть тонкость одна хочу с вами поделиться не рассчитал я когда прививал эту сливу на сильнорослый подвой сад был посвободнее но впоследствии разросся фундук с юга вымахал видны высокие стволы его а с севера свои чаши к солнцу подставляет персик вот персику надо хорошее освещение и если бы я увеличил угол наклона растянул шире классическую чашу сделался бы световой режим и для персиков и для самой сливы чаши бы попадали под затенение и тень накрывал ливу от фундука слива на сильнорослом подвое сильнее персика но слабее фундука поэтому решил вести формировку кустом со временем подтянется ввысь будет достаточно солнца попадать ей и не будет она затенять персиковую рощу не стал увеличивать я угол наклона ветвей это самый лучший отличный способ вместо обрезки отгибания наклоны ветвей молодое дерево нечего тут обрезать сформировали и не подходите несколько лет пусть массу набирает а а вот на старом дереве покажу скоро летнюю обрезку со сбором урожая этого же сорта самый лучший чернослив не повреждается ни вредителями ни болезнями ни заморозками это не иностранцы стендей с президентами которых плодожорка уничтожает на нет несколько химобработок надо проводить и плодожорку не вывести просто так и урожаи потому что обрезается не часто и летом это то да это будь узкая все-таки и Продолжение следует...